здравствуйте сегодняшняя экскурсия пройдет в одном из районов города пусана а точнее в парке где проходит фестиваль выставка фонарей юду нори сам по себе фестиваль берет начало еще далекие годы войны между кореей и японии в городе джинджу где в замечательной крепости джинджу сон происходили самые основные страшные как говорится по и где как раз использовались фонарики как сигнал как послание своим любимым а в дальнейшем благодаря этим фонариком отдавали честь и дань тем кто погиб данной войне отпуская их по течению протекающей рядом реки с годами фестиваль продолжался повторялся и добавлялся определенными историческими событиями связанными с данной войной но приезжающие люди из других городов постепенно полюбили данный фестиваль потому что он обрастал не только историческими событиями но и обыкновенными красивыми какими-то экспонатами жизни из сказок из легенд когда говорится использовались легендарные какие-то животные как вот горные козлы драконы и великие как говорится сказочные персонажи как заяц и черепашка и людям это понравилось таким образом данный как говорится фестиваль расплылся по всей корее возможно проходит немножечко в разное время в разных городах но поток людей естественно огромный кто может пропустить такую иллюминацию я думаю никто не пропускать иллюминацию во время рождества почему бы не посмотреть такую красоту фонарики естественно раньше делались из бумаги и бамбуков из чего сделаны данные фонарики я не смею даже предположить скорее всего это легкий сплав алюминия потому что а ухо зайчик пробежал потому что достать бамбук теперь это достаточно дорогое удовольствие что же мы идем по туннелю и как видите фонарики весьма сильно раскачиваются ветер холодный но ничего мы предстали пред воротами счастья как в корее в японии и китае есть такие ворота пройдя через который как сейчас вы приобретете счастье либо здоровье либо долголетие все что вы можете приобрести пройдя через ворота написано наверху ворот что мы я думаю видим в конце экспозиции ну что же экспозиция начинается если вы видите то идут естественно исторические личности в исторических одеждах но в большинстве своем своем вся экспозиция состоит из детей сказки персонажи какие-то сказочные получающие персонажи игры которые когда-то были и до сих пор есть но и просто небольшое напоминание из истории это хамбоки это традиционная одежда это какие-то небольшие сюжеты из той жизни но и как я сказала сказки огромное количество сказок как я услышала от некоторых проходящих мимо корейцев самих стел было больше я к сожалению опоздала но покажу все что успел увидеть надеюсь вы видите хотя бы определенные как говорится картины не только силуэты но и даже может быть краску краска очень невероятно очень сочно но боюсь камера не передает этой сочности но хотя бы это малая красота надеюсь дойдет и до вас ну что же продолжаем разговор по поводу стрелы по поводу замечательных фонариков в этот период естественно пускаются фонарики не только по реке но и воздух по желанию так что когда мы заходили в сам парк мы видели парочку и лавков и можно было это сделать вот написать желание послание отправить его но продолжим стелла естественно как я уже сказала это исторические события это исторические личности которые каким-либо образом повлияли на ход истории кореи да да монахи тоже влияли на не только на ход истории но и на самих людей у нас тоже в истории очень многие монахи влияли на ход событий точнее сказать папы если вы заметили вот 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 мы подходим сейчас определенная стела которая вроде как освещает дорогу на самом деле это стела не совсем такого простого как говорится телосложения не только для того чтобы вы видели куда наступаете да и вообще как бы в принципе светло так как эти фонарики достаточно неплохо светят но люди видите вешают определенные послания на них об этом чуть чуть попозже расскажу мы все это заканчивается огромной выставкой детей дети играют почему же дети я думаю многие кто изучал корейскую историю знают что в определенные периоды времени детей было очень мало погибали не выживали и поэтому у детей празднуется первый год жизни что в принципе дожил до своего первого года ну вот это конец экспозиции и опять же эти стелла что же за стелла остыла это посвящена погибшим призам и трясений в непалле поэтому люди пишут записочки жалеющие об этом здесь мудрость определенная что в мирной душе естественно ароматный мир бишь если ты хороший человек вокруг тебя всегда будет много ухай то бишь цвести еще раз проходим через ворота чтобы уж точно были счастливы а на этом экскурсия заканчивается я надеюсь что вам понравилось к сожалению я не успела увидеть возможно все экспонаты и снять соответственно их но до следующей экскурсии я буду стараться найти что-то еще интересненькое что возможно вам понравится и показать вам а пока пожалуйста подписывайтесь на мой канал ставьте лайки и оставляйте мне комментарии я с удовольствием их прочитаю и даже отвечу а пока хорошего настроения любви добра пока пока